Давайте итоги подведем Я ответить хотел Виктору, он что-то заболел, лег опять Да, да, опять заболел У вас голова болит или что? Да Я вот что хотел сказать, мне это напоминает всегда житие святого Тарасия, патриарха Когда он умирал, его демоны окружили и стали показывать А вот в этом ты не покаялся, а вот ты считал себя таким А он потихоньку говорит, все вы лжете И с этим умер Вот вокруг меня толкутся, скажи, я каждый день себя на мелкое истираю, на мелкое На молитве, при чтении слова Божия У меня рядом люди, которые говорят Зачем мне лицемерить? Господь послал меня в путь, он меня до этого приготовил И поэтому, еще я буду на себя наговаривать А зачем это нужно? Кого это привлечет, грешный, супергрешный? Я должен сказать, я христианин, и меня Бог избавил от того и того Вот у меня что-то жена не так сделает А мать моя говорила, ох, Надя, а если бы Игнатий не уверовал, что бы сейчас было? Вот что Вот и думай, что бы было А сейчас ничего нету, куда угодно меня Столько знаю, одно спасается, угол молитвы иконостас Я не знаю, что любого человека сейчас возьми, ковырни его, да и все И зачем вот так придираться к личности и выискивать что-то человеке Это лишь... Я просто вот что хотел сказать Что многое Вот из этой критики, как Игнатий Тихонович говорит, что толпа на него там набросилась и так далее Я думаю, если бы, если бы Игнатий Тихонович поменялся, поменял характер свой Соответственно, поменял некоторые взгляды Но опять-таки, он имеет свободу выбора Он имеет право там отрицать почитание мощей Там, отрицать благодать монашеса Это его личный выбор Я тут ничего не хочу, как бы, говорить То мне кажется, что и Господь бы ликвидировал бы вот этих всех врагов Почему вот я позвонил сегодня? Почему я позвонил? Да потому что в молитве Господь мне говорил Что нельзя, нельзя вот враждой поменять человека Вот ты не прав в том-то, в том-то Я сказал, да Проявление личной вражды было Я же это открыто признал, понимаете? Вот, признал сегодня И мне кажется, если бы Игнатий Тихонович стал помягче Если бы он, ну, по-другому стал как-то относиться к людям Вот По-другому общаться и так далее Я просто говорю, человек, который со стороны То вот эти бы враги Враги, они бы сами по себе и пропали И Господь, мне кажется, он бы Начал бы свою работу Он бы, значит, начал бы Ликвидировал бы вот эти все препятствия Которые возникают у Игнатия Тихоновича на его пути Понимаете? Ну, опять-таки, я говорю, человек, который со стороны И призываю Игнатия Тихоновича Углубиться в святоотеческое учение Особенно святителя Игнатия Бринчанинова Житие святого Серафима Саровского Сергия Радонежского Которого, кстати, Игнатий Тихонович очень любит Я знаю, что вы начитывали Житие Сергия Радонежского Может, я ошибаюсь или нет? И если бы Игнатий Тихонович углубился в дух Святоотеческого вероучения И критически больше стал бы на себя смотреть Я думаю, Сергей тоже говорил такое Игнатий Тихонович вам Я говорю это только с любовью Поверьте мне Только как ваш брат во Христе Только с любовью То мне кажется, что это не только бы помогло Это бы, ну, вообще Такую духовную революцию Произвело бы у вас там Понимаете, вообще У вас очень хорошие люди Тот же Никита Вот кто там, Володя, это, да? Это Володя? Да, да, да Я, Володя, Володя Можно с ним пообщаться чуть-чуть? Ну, давай сюда Рядышком сядь, все, что у тебя видно было Виктор тебя, чтобы видел Сейчас я удалю тут немножко Давай Мир вам Мир, Володя Как ваши дела? Слава Христу Да Вот Как бы Сегодня вот мы вышли за три года впервые Слава Богу, на контакт Как бы Признали, что вражда между Ну, христианами Это зло Ищем точки соприкосновения Пытаемся понять друг друга И, конечно же То, что мы уже начали общаться Это уже хорошо Вот 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 Володя Замечательный человек Я за ним так смотрю Знаете, по видео Вот Такой Трудяга такой Да Я хотел вам сказать Можно вам это Ответить немножко? Обязательно Говорите все, что думаете Сегодня у нас Открытая дискуссия Которую, наверное Вообще в интернете не найдете Чтобы так люди Открыто общались Искренне Давайте Я вам скажу По поводу Никиты Сам Никита Сказал, что Вроде как Игнатьич Как к нему относится Так и он должен К нему относиться Я вам скажу На основании чего Например Вот когда я С Игнатьичем начал жить Первый год У меня же тоже было Не все сладкое Если бы На тот момент Была бы видеокамера У нас бы столько же Роликов было Как и с Никитой Вот И у меня получилось Что через год Было духовное падение Я даже из потерявки Сбежал На велосипеде уехал И уехал Обратно к себе на Урал Я не знаю Вы читали на форуме У нас не читали Читал Читали, да Вот И я когда Сам себя исследовал Я понимал Что Во-первых У меня В чем самая Моя, говорится Главная сложность В том Что я С самого детства Не любил учиться Вот, понимаете А Игнатьич Мне пытался Поднять выше Что в духовном Что даже в мирском Там Чтоб я знал Каких-то писателей Там Ну, как сказать Таких Известных личностей Людей Там В другом Чтоб я Ну, как сказать В разных науках Что-то хоть Немножко понимал А я всегда Этому противился Мне брат Игорь Тоже Добунов Наставлял Все время Мы в автобусе едем Он мне Давай географию Рассказывать То-то, то-то, то-то Смотрит А я сижу Уже сплю Дремлю То есть мне это Как говорят Ну, как сказать Не надо Ничего не надо было Это И вот это все Во мне Как комом наросло То есть Противление было Я же потом Се исследовал И понял Что Господь Меня научал Он пытался мне Господь Поднять меня Повыше сделать Чтоб я был Более духовно выше Но так как Я этому противился Господь Попустил тоже Мое было Духовное падение Я на Урале До того Было духовное падение Что я просто Перекрестился И спать лег То есть У меня даже Молитвы не было Слово Божие Я в руки уже не брал Смотрел всякие сериалы То есть Я это видел Притом это падение Единственное У меня была молитва Это 50-й Псалом Я вспомнил Царя Давида Что очень важно Знать Слово Божие Наизусть Что не лиши меня Господи Духа Твоя Святого То есть Я так же Как царь Давид Молился Вот это Осознание Своего падения Греха Чтобы я противился Богу именно Не людям я противился А Богу противился Вот И Вот это побудило Плюс За меня молились Братья и сестры И Господь Своей милости Поднял меня Опять заново То есть Я тогда Восприял Мне плюс 7 писем Тогда пришло Подряд От разных Братьев и сестер Из общин Что из потеряв Что из Барнужской Общины Вот Я уже После этого Попросил прощения Начал еще по телефону Потом написал письмо Сам это В чем В этом письме Ну раз вы читали Я уж не буду вам Перечислять Что есть То есть Я свои ошибки Признал все Так Ты сколько лет Здесь находишься С 2005 года 12 лет Ну получается Да Ну Теперь вот Виктору скажи Как тебе Тяжко здесь Ты хотел Чтобы я с тобой Обращался По иному Как говоришь Чтобы у меня Врагов не было Ну я скажу так Вот сейчас В данный момент Уже последние Может несколько лет Игнатьев Ко мне относится По другому То есть Не так более строго Это я заметил уже То есть Первые года Было очень строго Ко мне Вот сейчас Он более С невсходительством Относится Может он что-то Во мне увидел Какие-то перемены Я не знаю Это Игнатьев Самый лучший Ответит Но я вижу Что есть Как говорится Он же мог бы Со мной Так же строго Относится Володь Послушай Вот вопрос Кстати По поводу Вопроса Виктора Он говорит Если бы Стал бы Игнатьев Чуть помягче Вот вы Не замечаете Что последний Год Там полтора Не знаю Что Игнатьев Стал помягче Самый Об этом Свидетельствую Не только я Об этом Свидетельствуют Многие Братья и сестры Даже Говорят Что Игнатьев Стал помягче Помягче Стал на самом деле Потому что Говорит Раньше Он очень Жестко Раз Сказал И все То есть Ты должен Беспрекословно Сделать А сейчас Ну ладно Раз не хочешь Я откладываю До какого-то Времени Бывает Своё решение С этим Человеком То есть В этом Многие Свидетельствуют Просто надо Спрашивать У людей Вопрос А кто такой Устина Вот я видел Там Игнатия Тихоновича С Устиновым Там спорят Кто такой Устина Так их там Много Сколько По имени Назовите Он какой Пожилой Володя Володя По-моему А это Зять Он женатый На моей Родной сестре Он Старобрядец Да Старобрядцы Белокреницкая Иерархия Священство У них есть Ага Понятно 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 Вот Ну я хотел Володе Больше сказать Что я хотел Володе Сказать Что Мне кажется Мне кажется Если бы было Больше любви У вас В общении И больше Смирения Вот То соответственно Был бы больше Результат от проповеди Которая Произносится Понимаете И Ну что Например Вот насчет Володи Например Что я могу сказать У меня нет претензий Хороший человек Послушай У него послушание Есть Вот у вас Монашество Ну монашество Послушание Натуральное Вот Володя Не женат Не женат Цельбат Вот Поэтому Вот пример Такой Вот вы говорите На проповеди Я вот Виктор хочу Подержать Да На проповеди Сергей Пупков И Никита Допускают все По отношению К людям Такие Резкости Ну Высказывания Вот такого Ну Желательно бы Конечно Исключить За собой Вот это Вот Поэтому Я думаю Если бы Если бы Я настаиваю Если бы Вот Ну Поменялось Как бы Отношение У Игнатия Тихоновича К людям Более мягкое Стало Намного мягче Я имею ввиду Не немножко мягче А намного Мягче И Строгость Тоже нужна Конечно Строгость Тоже Обязательно Нужна То мне кажется Что результат Вообще Был бы Феноменальный Ну и конечно Если бы Вы вошли полностью В каноническую церковь Вот Я этот вопрос Не хочу сейчас затрагивать Потому что Это уже ваши личные Там отношения С епископом Я Совершенно Тут как бы Ни при чем Но вот я говорю Чисто Такой Ну Чисто Нравственно Такой чисто Нравственный Вопрос Затрагиваю Вот И Если бы Отношение Игнатия Тихоновича Немножко Не то что Немножко Намного Поменялось бы Вот В духе Святоотеческого Вероучения То Эффект был бы Потрясающий Виктор Скоро Изменится На 100% При большей крепости Человеку 80 лет Жить Да он скоро Вообще Помягчает Мягкий станет Многие Многие Причем Многие Взгляды То что Игнатий Тихонович Проповедует Они правильны Например Игнатий Тихонович Часто читает Иоанна Златоустова Которая мне Очень нравится Понимаете Вот И Многие Взгляды О том что Надо готовить Крещение Да и аминь Ну нельзя Человека крестить Просто Помочить лоб Это не крещение Конечно Вот Нужно Три полных Погружения По канонам Да я тут согласен Абсолютно Вот Давайте Личная вера Давайте Подавите Черту А то уже Пора Бежать Да Мы задержим вас Я вас задерживаю Игнатий Тихонович Или Можно говорить Дело вот какое Вы говорите Сейчас И говорите Устином Володя Вы говорите Слово в слово Даже предложение За предложением Как он говорил Я тогда ему говорю У нас телега есть А сейчас я вытаскиваю Посередке деревню Ставлю Начинай говорить Он дом строит На благовестии не едет А вокруг Старообрядческие Беспоповские села Ему только Карты в руки Нет Я вот сейчас Еще поехал Ни разу не поехал То есть Вы призваны судить Вот как раз Вы меня и судите Без причины Я говорю Поезжай на благовестие Развейся маленько Нет Ни разу не выехал А меня судят Да по другому был бы Да людей было много А сам пошел на пенсию А работал на производстве Ни одного друга нету Ни одного И никто ни разу не посетил А я веду даже По союзу еду Человек 80 Всегда свита с собой Так еще конкурс идет Кого взять Вот советуют А самих ничего нету Это то что мне дано Я вам говорю Это говорит там Юрасов Отец Геннадий Пас Я ни под кого не подделаюсь Я проверяю себя на молитве Вот вы сказали А я об этом буду Сегодня ночью уже молиться Ну дай бог конечно Дай бог Более того Я хочу вам сказать Что вот вы перечислили людей Отец Сергий Дудин Отец Алексей Самсонов Тот человек который Это замечательные люди Православные Я их очень хорошо знаю И опять таки Могу сказать Что у них Желание Единственное Это тоже вам помочь Да У них в сердце любовь Я не думаю Я не думаю Что вот Ну то что вы сказали Ну что там Стая волков там набросила Что это соответствует реальности И я думаю Что Опять таки Если бы вы Самокритично Посмотрели Больше на себя Перед богом просто Господи Вот скажи В чем я не прав Откройни мои грехи Я говорю десятки раз Виктор Помилуй меня грешного Ну что вы вокруг меня пляшете Пожалел Говорит Вот кобыла Оставил хвост да гриву Так и вы от меня Будь другим Будь другим Я вам не говорете Слава Почему вы мне говорите Вы ничего не делаете Я нигде вас не вижу А меня чего не брать Голыми руками можно брать Сколько выступлений Книги Печати Везде Ну прям вот за мной Охотятся Вот я по другому И что то бы у вас Вы то остались те же Миссионерские отделы Их нельзя создать Это дьявольская яма Самые жестокие Самые непримиримые Лживые Все скатилось туда Вы как будто не видите Что сделал Дворкин с Россией Не ну видите Опять такие Вот такие жесткие слова Очень жесткие слова Почему вы ко мне Под язык залазите Это я же вас не трогаю Я отвечаю как есть Отвечаю за свои слова Один человек сказал Я отвечаю за свои слова А не за то Как вы их поняли Вы переворачивайте мои слова Вот он говорит Алексей сидит Больше заниматься нечем Студия благовес И вот там монах Был грузин Он постился долго Вы знаете Вы сидели Участник этого Были И показалось Его хвалят И он тогда решил Тут развалиться Материться Пить все время Жрать монах И вот он сделал правильно Чтобы от себя отвезти И вас кормят Бастями такими Проклятыми Блевотиной одной А слово Божие Даже в руки не возьмут Я что должен Сидеть и слушать Я один ролик Послушал и понял Вот беда то где Вы даже не понимаете Что на суде Божьем Это не потребуется Что вы за мной Ходили смотрели В окна мои Подсматривали Притаивается Подсматривает За каждым шагом моим Зачем вам это нужно Значит я для вас интересен У вас в своей биографии Ни у кого нету Посмотрите Какая она тусклая Ненужная Грешная Многогрешная Это никого не привлечет А я могу сказать Я написал Я хотел быть террористом Я готовился для этого Я и стрелял И все делал Но Господь остановил меня Как савла Я не сужусь Об этом говорю открыто Мне надо перемениться Я переменился уже 54 года назад От прежнего Ничего не осталось Ни одной молекулы Бог пережег меня А вот мне Вы знаете Мне нравится Ранний Лапкин Мне нравится Ваше первое видео Как вы там Плачете о людях Как вы там говорите Какие проповеди Я был даже Как бы сказать Влюблен в раннего Лапкина Знаете Такую Скажу фразу Но Понимаете Вот Ну Последнее время Вот эти видео Смотрю Особенно Когда вы на интернет Вышли Ну Многие вещи Они меня Стали смущать И Я говорю искренне Янатий Тихонович Я не говорю Это из ненависти Вы понимаете Что я никогда бы Не вышел бы С вами на контакт Если бы я Думал Ну Что вы какой-то там Негодяй Или Нет Нет Я просто считаю Что вы человек Ревностный Искренне верующий Повторяю Вот Ну Который Ну Не 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 Может Посмотреть Достаточно Самокритично На себя И поменяться Те стороны Которые Вот даже Сергей Говорил вам Ну Я могу Увидеть С Сергеем Что Сергей Вам тоже Говорит Такие же слова Понимаете Так же Сергей Вы говорили Вот Что Я говорил И вижу Плоды Своей речи Я вижу Что Игнатикс Очень сильно Изменился Но то Что мы вышли На контакт Сегодня Это чудо Боже Это чудо Понимаете Я еще раз Повторяю Почему Вы меня Хотите Переделывать А сами Себя Не переделывайте Мы находимся В епархии В епархии Местной Патриаршей Переделывая Вот я сегодня Позвонил Это раз Не переделываю Сегодня там Находятся Настоятели Сидят Священники И я не проразнил Ни одного слова Дальше Вторая встреча И тогда мне дали слово Отец таким Говорит Дайте ему слово По миссионерству Я не знаю Не бываю нигде Я стал говорить А они все знают И секретарь Беляев Сергей Хороший Я скажите Вы хотите Быть такими Как мы Чтобы полное единство было Для этого надо Годы Десятилетия трудиться А как вы Мы вас Как чумы болотной Боимся Еще бы ради Под вас Подделывался Лицемеров Мне стыдно Даже говорить об этом И они голову Опустили все У каждого Корысть и трусость Две коросты Трусость и корысть Вот когда вы С себя это сдерете Я говорю Все Тогда мы будем Похожи Пряшут перед Каждым архиереем Архиерей Больше всего Нуждается в крепком слове Приправленном солью Понятно Да Ну Я как бы Думаю Что я Сегодня свою задачу Осуществил Вы верите Что у меня нет Личной вражды К вам Игнатий Тихонович Трудно поверить Потому что Вы себя застолбили Участок Уже вокруг меня Крутицей Я буду вас критиковать Я вам обещаю Критиковать не буду Вы дайте сейчас слово Что ко мне не будете лезть Тогда будет видно Что искренне Не лицемерите Когда вы вышли на контакт Я Сергею сказал Или умирать задумал Болеет Сон Бог отнимает Обычно Или готовятся Священники быть Только две причины По которые Вы могли на меня выйти Я же открыто сказал Это Сергей подтвердит Зачем вы вокруг меня Ходить-то За мной Подсматривать Менять меня Вы меня не меняете Собой займитесь Вы лежите А я должен Подлежащего Теперь подделываться Зачем мне Своим усколу Дряблыми делать Мы в разном возрасте Находимся Мне надо о смерти Думать уже А я все время работаю Молодые Говорят Мы не успеваем За ними работать Говорят Пилой пилить И ходить Почему Я не только на этом Меня Бог призвал Он дал мне огонь Духа Святого И вот вокруг меня По-другому Если искренне Отстаньте от меня Господь говорит Отстаньте Чтобы я не поразил вас Зачем я вам нужен Я вам обещаю Я вас не трогаю Договаривались Отстаньте от меня Я прошу сейчас вас Пока не разошлись Не критикуйте Не лезьте Занимайтесь своей душою Что вы в моем огороде Копаетесь Это мой участок Я его застолбил Сергей Вот Сейчас Игнатий Тихонович Вот эти слова Они немножко Ранили Мое сердце Откровенно говоря Потому что Я не хотел Серьезно Игнатий Тихонович Я не ожидал Я не ожидал От вас Почему Он не может Заявить Своё Внутреннее состояние Высказать Мы вот почему-то Всегда боимся Да Ну вот Опять-таки Видите Игнатий Тихонович Вот вы сейчас сказали Вот А слышите Он просто Он сказал Понимаете Он юродствует Он решил вас проверить Вы вот не понимаете Совершенно духовного состояния Его Он вас проверил И всё А вы вот сразу Кошки-дыбошки Ну что Что я хочу сказать Я просто задал вопрос Считаю Ну верит ли Игнатий Тихонович Что у меня нет Личной вражды Такой вопрос задал На проверку А он говорит Не верит Ну Что мы можем говорить Я же вышел Я же с вами общаюсь Я сказал Отстаньте от меня Чтобы я поверил Хотя в течение года Не трожьте меня Человек курит Я говорит Бросил Бросил Тут же поднял Опять курит Бросит легко Поднять ещё легче И вы сразу говорите Я ничего не имею Но вас критиковать буду Как же ты не имеешь Ко мне Зачем ты лезешь Под ноги Я топтать вас буду У вас силы то нет Я же вижу Вы какие Тихонович Тут же дело не в том Что я буду критиковать Я призываю к диалогу Я призываю к сотрудничеству Сказали Сказали критиковать будете Это ваши слова Отстаньте от меня Я одну просьбу прошу Отстаньте от меня Займитесь своей душой Лицемеры Он может не критиковать Имел ввиду А то что Больше вопросов у него Какие будут Которые нам будет разрешить Я разрешаю Приходить ко мне Но только сначала Под скайпом написать Свободен я или нет Я иногда людям Через месяц назначаю Виктору разрешаю Через две недели Потому что он Писание знает Вопросы могут быть Очень хорошие Виктор то он Не обычный человек Он любит Библию Православному Это не свойственно Это самое положительное Что у него есть Вот Ну видите Тут вопрос Вот чем Игнатий Тихонович Вот отстаньте Ну почему критика Почему Скажем Разбор ваших взглядов Это какое-то Ну я не знаю Для вас так это ужасно Вот вопрос Это для вас ужасно Вы свою пустоту не видите Еще раз говорю Кто вас уполномочил За мной следить-то У меня Бог есть Никто за вами Никто за вами не следит Еще бы Просто Просто вы Ну как бы Повлияли на многих людей И на меня в том числе И многие ваши взгляды Мне близки Вот то что вы говорите О Библии Понимаете да О чем речь идет Конечно И мне больно видеть Что вы совершаете Какие-то ошибки Которые видно со стороны И которые портят Делу проповеди Евангелия Вы добавьте Что вам кажется Что ошибки Потому что вы не работаете Вам кажется Здесь ошибок нет Это наработка у меня Больше полвека Вот я в тюрьме Теперь я выхожу Беседую Отец Глеб Якунин Семь лет отсидел Зоя Крахмальникова Саша Огородников Там пол срока В ШИЗО просидел У кого-нибудь было такое Как у меня Нет Меня вызывает все время Начальник тюрьмы Умер по-христиански Следователь обратился Принимает крещение Ночью встаю Завтра утром Говорят Сегодня семь человек Становились сзади молиться Зэки Я куда ни гляну У меня облако свидетелей Которые пришли Мне не надо другим быть Если я буду другим Я буду подобен вам Таким же лицемером Это мне Бог дал Я говорю Я называю Геннадия Паста Геннадия Паста Юрасова Там сколько еще священников было Они сказали Игнатию подражать нельзя Это ему дано Вы со мной ни разу не беседовали Его исправлять Говорит Как это Он уже пожилой Местный митрополит Дает характеристику Мне говорит И человека такого Трудно исправить Да и не нужно Что мне исправлять Когда я каждый день Перед Богом Ставлюсь Больше десяти раз На молитву Игнатий Тихонович Я не пытаюсь Вас исправить Только это может Вы сделать и Бог С вами Да Вот это понятно Причина Почему я вышел Чтобы сказать вам Что мы вас Любим Как христиане Мы не желаем вам зла У меня нет личной вражды И это первые слова Я сказал Если я в чем был А не прав Я извиняюсь Ну вы за себя говорите Не мы Не мы Когда говорите мы Я понимаю Полюбил Волк кобылу Оставил хвост да гриву Меня грызут день и ночь Я говорю За того же отца Сергия Да Он У него нет ненавистикам Понимаете Зачем он взламывает теперь Взламывает Свои ролики уничтожает Ненависти нету А что говорит Подыскивается Где еще о патриархе сказал Я с патриархом сам разберусь И он со мной разберется Зачем вам за мной следить Это берет с моего сайта С моих Ресурсов И меня же бьет Если бы я знал Что тут вред Зачем бы я публиковал Там голубей и другое Я ничего не боюсь Вообще не боюсь У меня Бог отнял страх Я весь изверчен У меня руки Все выверчено И они ничего не могли сделать Я в КГБ запрос сделал Скажите Какую мне кличку давали Когда я в разработке был Они говорят Вам клички не была Не дана никакая Почему мне ни разу Как бы они предложили Сотрудничать Всем предлагали А мне не предлагали Первый допрос Я начинаю его обращать Следователя Следователь делается Священником Это Бог делает Вы меня исправите Я буду горбатый Такой же Дело в том Что мы по кругу ходим А по кругу водит Известно кто Нам надо сейчас подвести Итоги И все И расстаться Ну итог какой Сергей Итог какой Вот я позвонил Сергею Когда Когда И Ну как бы Стена спала Моментально Стена упала Я почувствовал В этом человеке В Сергее Одну любовь Понимаете Сергею Козлове И я сказал Да Я в чем-то был там Не прав Когда я говорил Игнатий Тихонович Сергей Говорит Давай Мы позвоним Игнатию Тихоновичу И просто в мире Как бы Расстанемся Мир и так далее Вот И мое желание Сегодня было Просто Это Чтобы у нас Действительно был Мир в Боге Это что означает Любовь Христова Понимаете Любовь Христова Чтобы мы действительно Были братьями Во Христе К сожалению К сожалению Игнатий Тихонович Ну как вам сказать Вот Мне кажется Что ваша задача Просто В том Чтобы я Ну вообще Как бы на интернете Не критиковал Вашу деятельность Ваши взгляды Прав я или нет Отстал Не критикуете Не критикуете Нет Это не критика Это клевета Вы ни одного слова Не говорите правильно Теперь смотрите Я вас прошу Отстаньте от меня Я имею право Себе побеспокоиться Я занимаюсь Не своими делами Зачем вы Ко мне лезете Какая-то Какая нечистая сила На меня натаскивает Всех Они меня любят Вы не любите меня Отстаньте Не люби меня Мне нужна ваша любовь Какая-то любовь Такие клеветы Вы знали прекрасно Что меня убивает Роснадзор И вы такие слова говорите Согласно правилам Книги правил Григория Низского 12 правил Вас нужно 10-15 лет Отучать от церкви за это Вы делаете Дело убийственно Меня со всех сторон Теребят А вы самые поганые Самые лживые Злобные на меня Делаете Игнатий Тихонович Оставьте этот Роснадзор Просто Ну как вам сказать Роспотребнадзор Это Санэпидемстанция Они нынче Что вы не знаете Зачем вы Ступали Согласно Григория Низского Прочитайте 12 правило Восьмое Вас нужно лет на 10 Отучать от церкви Вы с врагами Соединились За одной Давайте Мило Вы мне пилюльки Не стройте Не надо это делать Если я в чем-то Согрешил То вы не знаете В чем согрешил Вы в убийстве согрешили Невинную душу Смерти предавали Я вам все это говорю Чтоб мы расстались Мирно И отстаньте от меня Вопросы будут Я буду вам отвечать Я разрешаю приходить Критика мне ваша Не нужна Она лживая Я понял Я понял Игнатий Тихонович Да пожалуйста Пожалуйста Себе где-то зарубите На лысине здесь И ко мне больше не лезьте А то говорит Такую шалкушку Получишь Говорю Что жена будет Отхаживать кипятком Хорошо Ну Сергей Вы довольны Разговором сегодня Или нет Или Да слава богу Слава богу Все произошло И это самое главное Так Виктор Если что-то обидится Не обижайся Пожалуйста Не обижайся Обид никаких Не должно быть Игнатий Тихонович Он юродствует Его видно Что Его принять надо Да и все Ну хорошо Ладно Я в общем Высказал Игнатию Тихоновичу Мое мнение Я призвал Игнатия Тихоновича К покаянию Призвал его К изменению Сказал свое личное мнение Почему Вот Многие вещи происходят Игнатия Тихоновича Свое мнение При этом Мы могли пообщаться Цивилизованно Не обзываясь Вот Не без Каких-то Ну я не знаю Там Действительно Без такого Явно антихристианского Поведения Ну и слава Богу Вы довольны остались Общениями Игнатия Тихоновича Да Я доволен Благодарю Бога И Сергея И благодарю вас Что вы вышли Я эти дни Усиленно за вас молился Объявил в общине И все за вас молились Чтобы дьявол вас Не закрыл Где-то Чтобы вы не умерли Вышли на меня Это необходимо Вам можно звонить Или нет Лично То есть по телефону Нет По скайпу Я сказал Через две недели Я же вам сказал Я вам разрешаю Через две недели А обычно через месяц Разрешаю Вы заранее скажите Что я Тогда-то И мы с вами договоримся Что я увидел Что я здесь дома А у нас идут занятия По скайпу Люди у меня А вы будете думать Что я вас не принял Что заранее Под скайпом пишите И договоримся сразу А если я свободен Я сразу открываю Двери всем открыты На скайп написать Вы когда же Звезете меня к покаянию У вас только одно Будьте как я Я вам могу сказать Будьте как я Я могу вам сказать А вы не можете И знаете почему У нас разный путь Вы все изнеженные И это правда Да Знаете я скажу вам такое У Петра Первого Появились сведения Что находится Какая-то группа Готова его убить И наконец Выследили И арестовали майора И он отдал его В пыточную камеру Приходит и говорит Это необыкновенный человек Мы жжем его Куски мяса отрываем Он смеется Петр заинтересовался Пошел сам И говорит Дай-ка я попробую Щипцами его А он никаких Он говорит Если бы ты знал Как мы готовимся Два шеи в муке Это смешно даже Петр понял Переходи ко мне Полковником завтра будешь И перевел к себе Вот Пример какой Поэтому ваши слова На меня никак не влияют Я смотрю на вред Который приносит это Не надо это Не в чем-то выгиновать А конкретно В убийстве Тогда у вас покаяние Настоящее будет Оно не совершилось Но духовно Вы меня убивали И собрали Студии Меня промалывает Один Другой раз Алексей хороший человек Врет на каждом шагу Он меня в глаза не видел По предложениям Начинаю говорить Я там не был Никогда не заказывал У меня какая-то Видеогруппа едет Самый маленький Вот этот приборщик Один человек Он не видел меня А вам кажется Он хороший Ему надо покаяться Он оболгал меня Многократно Так Ну все Давайте тихо Была и Критика Мне кажется Правильно Я довольна Или нет Или ошибаюсь На критике не было Ложь Я так говорю Ну что ты Крутишь налево Направо Сказано Что не было У меня этого Не было У меня есть суд На меня вышел коммунист Написал книги Я в школе Там учительницу Отталкивал Библию Раздавал по рядам Когда стали разбирать Я достал С архива документы Деревни Три года не было уже Куда он мог приехать Школы не было А судья Глаза вылупил Она коммунист Тоже за них Все вот такие Я говорю Что ни одного слова Он не сказал правильного Я выхожу Договариваюсь Со священником А он выходит Я его обнимаю Чтобы меня засняли Вы за кого меня считаете Что по себе равняете Мне не надо Должности нету Это они В отдел Это Дудин Сейчас в миссионерский отдел Пошел А выступил сейчас Степаненко И говорит Они не сделали Сотой доли того Что я говорит делал Вот и весь ответ Председатель тогда За слово Б Выгнали его Вы просто рассуждаете В тихом месте Не трожьте меня Отстаньте от меня У меня без вас Хватает дела Вот они меня исправлять взялись Вы от твоей проказы Отстаньте сначала Так все Сергей Распускай нас Все да Растояли Ну все ладно С Богом С Богом Все Игнать Всего хорошего Сергей Всего хорошего Все